Аликановская роща между деревнями Дубровичи и Аликаново огорожена забором почти два года назад. Тогда местные жители сообщали, что хозяева участка вроде бы собираются построить здесь базу отдыха. Однако никакого сельского схода по этому поводу не было. Разрешение на строительство у людей никто не спрашивал. Да, и по официальным документам эта земля сельхозназначения. Кстати, по лесному кодексу доступ в любую рощу, погребы да по ягоды должен быть совершенно открыт для всех граждан. Ну, упираются владельцы, и они купили сельхозугодия за грошовые деньги, а на самом деле они купили лес. А каждое дерево стоит 20 тысяч рублей. Давайте умножим. Заплатите вот эти денежки, и тогда владеете. А так очень ловко покупать, под видом земли покупать лес. И кого мы пытаемся обмануть? Сами себя. И, в принципе, все люди, которые все это подписывали, фамилии их известны, и дело времени для того, чтобы их наказать. Получить комментарий в отношении рощи мы решили у главы дубровического сельского поселения. Однако застать чиновников не получилось. Здание сельской администрации оказалось закрыто. А местные жители отзываются о новых владельцах земли так. Ну, обидно, господи. Это ведь, например, земля-то она божья, а уж ее все под свои эти забирают, под свои руки. Все-таки надо совесть иметь, и уж куда не надо, не надо лезть-то. Аликановская роща – это еще и археологический памятник Рязанщины. Начиная с 19 века ученые исторические комиссии регулярно производили здесь раскопки. Найденные экспонаты хранятся не только в рязанских музеях, но и в Москве. Однако рядом с рощицей сейчас ведется разработка песчаного карьера. По словам экологов, уже уничтожен древний культурный слой. На ферму по добыче песка, по имеющимся данным, заведено уголовное дело. Впрочем, почему-то кажется, что никаких серьезных мер к нарушителям приниматься не будет. И земснаряд, как только сойдет лед, вновь примется за свою разрушительную работу.